Четыре недели внимания всех любителей футбола было приковано к чемпионату мира по футболу. Праздник футбола в Катаре с удовольствием смотрела и я, отметив огромную ответственность вратарей в футбольных матчах. Прошедший чемпионат побудил меня взять интервью у Станислава Намашко, профессионального вратаря, который отыграл рекордное количество матчей за сборную Молдовы. Голкипер рассказал нам, почему он выступает под номером 16, за какой футбольный клуб мечтал играть, в какой стране приобрел опыт и еще много всего интересного. Смотрим. Пар поворотом и Намашко просто красавец. Честно говоря, я не знаю, как правильно произносится фамилия Станислава. Мне кажется, что именно на последний слог нужно ставить ударение. Станислав, в этом году после восьмилетнего перерыва ты решил вернуться в чемпионат Молдовы. А почему ты решил оставить клуб Азербайджана? Дело в том, что я продлил новый контракт в азербайджанском клубе, который я играл три года, это Кишля. Потом по ходу сезона его переименовали в Шамахы. Уже когда я подписал контракт, это было в конце мая, в июне наблюдательный совет команды полностью покинул клуб. То есть команда на 100% полностью поменялась. И в связи с этой ситуацией я стал свободным агентом и поступило предложение из футбольного клуба «Бельц». И так случилось мое возвращение в чемпионат Молдавии. Готовясь к интервью, я узнала, что у тебя два брата, которые тоже футболисты. Как вообще случилось так, что вот в вашей семье такая огромная любовь к футболу? Все началось со старшего брата, он у меня 81-го года рождения. Он первый, кто записался на футбол. Все, конечно, как и везде, начиналось со двора в то время, начало 90-х. Очень был развит дворовой футбол. Не так, что кто-то взял, кого-то потянул за уши, иди занимайся. Родители не препятствовали. Семья у меня не спортивная. Мама инженером работала на хлебокомбинате, папа всю жизнь водитель, дальнобойщик. Так получилось, что у всех троих была любовь к футболу. Свою профессиональную карьеру ты начал в 2005 году, когда тебе было 19 лет. Все верно. А можешь вспомнить свои самые первые шаги? Да, я это помню прекрасно, потому что уже в высшем дивизионе, чемпионате Молдавии, я дебютировал за футбольный клуб «Террасполь», откуда я был отдан в аренду из футбольного клуба «Шериф». До этого я был полтора года в дубле «Шерифа». И в 2005 году в январе я подписал аренду футбольным клубом «Террасполь». И эта аренда продлевалась каждый год в течение трех лет. И дебютировал я спустя только, скажем так, пять месяцев где-то примерно. Это было в июне. Мы играли против «Уни Спорт Аута», если я не ошибаюсь. И мы тот матч выиграли. И в том матче я отбил пенальти решающий, который позволил нам добыть победу. И это воспоминание, которое не забавило, потому что это был дебют в 19 лет. Поэтому воспоминание только приятное. И так началась моя профессиональная карьера. То есть футбольного клуба «Террасполь» в 2005 году. А помнишь, как потратил свою самую первую серьезную зарплату? Ну, мне кажется, первая и серьезная не отличаются, потому что первая моя зарплата была совсем не серьезная. Это была зарплата 25 долларов. Я подписал ее после качания школы. Я прошел на просмотр шерифа, в дубль шерифа. И в сентябре, спустя два месяца, это 2003 год, я подписал свой первый контракт. Но он был еще не профессиональный, это до 18 лет. И зарплата была в 25 долларов. Что я потратил? Я, так как я меломан, первое, скажем так, деньги ушли на диск музыкальный. А дальше там на такое все. Сладости какие-то и там полдня и зарплаты, в принципе, почти не было. Поэтому серьезную ее назвать невозможно, но это была первая зарплата. А, наверное, серьезную зарплату, которая пришла уже, то это уже, конечно, было совсем другие, можно сказать, расходы, покупки. Это уже было более серьезное. А, наверное, самые свои серьезные первые деньги я потратил, это было на квартиру. Бывает мнение, что футболисты зарабатывают больше, чем заслуживают. Ты как считаешь? Где-то это можно применить, но не ко всему, не ко всем. Футболисты тоже разные есть. Есть футболисты, которые, наверное, скажем, не оценивают их труд, он получает меньше, чем он должен получать. Есть футболисты, которые переоценены его труд. Он получает больше, чем действительно он наигрывает. Поэтому здесь развлекается такое отношение. Подход – это к каждому игроку, наверное, персонален. Сколько всего матчей ты сыграл за свою карьеру? Ну, на клубном уровне я сыграл 385 игр и за сборную 56. А какую игру можешь назвать самой успешной? Я думаю, что, наверное, скорее всего, и думаю, наверное, так оно и есть, это мой дебютный матч за национальную сборную Молдовы. Тот самый в 2007 году, когда удалось сыграть на ноль и я считаю, это, наверное, самый яркий матч. Но он и переломный в моей карьере, и поэтому, наверное, я его и ценю больше остальных матчей. Я помню, что очень сложно. Мне дался план, наверное, физический и моральный. Это Кубок Содружества в 2009 году в Москве. За 8 дней мы сыграли 6 игр. Я тогда сыграл все 6 игр. И это потому, что нужно было без Кубка не возвращаться домой. И я помню, что все игры, мы четвертьфинал, полуфинал и финал выиграли по пенальти. Ты выступаешь под номером 16. Почему именно этот номер? Это больше совпадение. Дело в том, что первый номер был занят, когда я пришел в клуб. И вообще по своей карьере стараюсь выступать под первым номером. Был один случай в России, в «Спартаке» Нальч, когда уходил в аренду. У меня был 27 номер, но это был не мой выбор. Дело в том, что я в то время находился в сборной, когда мне заявляли за клуб, и клуб сами предоставили мне 27 номер, я не выбирал. И потом также у меня был 16 номер в России. Это потому, что также первый номер был занят. То есть у меня идет... Мне нравится первый номер, потом, если есть 13 номер, то есть 16 номер. И получилось, что если первый номер занят, я выбираю 16 номер. Так же у меня в Азербайджане было. Это только в том случае, если первый номер занят. Ты играл в чемпионатах Молдова, Азербайджана, Греции, России, Черногории. А вот в какой стране ты почувствовал совсем другой уровень футбола? Почувствовал именно в чемпионате Греции, в Суперлига Греции. Мне там нравилась именно футбольная атмосфера. Но подчеркну, также чемпионат России. И пример Лига России, это, конечно, другой уровень, организация, стадионный уровень. Но подчеркну, именно два вот этих чемпионата, хотя я скажу так, подчеркну даже, что чемпионат Азербайджана тоже на хорошем уровне в плане организации. Хотя я бы не выделял конкретно, каждый чемпионат, он имеет свою особенность. И в чемпионат Молдавии, в котором я вырос, рос как футболист, которым я стал, и который дал мне трамплин уехать в другие чемпионаты. А какой новый футбольный опыт ты приобрел для себя за рубежом? Большое, скажу, что в каждом чемпионате своя специфика, подхода к тренировкам, атмосфера. То есть если тебе казалось, что приезжая в Россию, что здесь другой уровень футболистов, и ты понимаешь, что у тебя появляются новые познания. Когда я потом перебрался в чемпионат Греции, там другой опыт совсем, тот же Азербайджан, там свой опыт, Черногория. И я скажу, каждый чемпионат, он специфичен, интересен по-своему. Где ты берешь что-то лучшее, где-то посмотришь, где-то тебе подсказывают. В прошлом году я присутствовала на матче Реал Мадрид-Шериф. И на улице была минусовая температура. А как вообще вот играть в такую погоду и не заболеть? Ну, вратарям сложнее. Полевым, я думаю, в этом плане в холодную легче играть. Все равно неприятно. Потому что воздух холодный, мяч, он немножко становится тверже. Для меня всегда были сложные матчи. Это в холодную погоду, особенность это еще дождь. То есть есть сухая погода, когда ты в холод, еще как-то более-менее. Потому что как ты не пытаешься, организм замерзает, там мышцы начинают выкручивать, пальцы замерзают, и мяч так не чувствуешь. Пальцы – это, наверное, головная боль каждого вратаря. У кого-то они чаще, у кого-то они поменьше. Но каждый вратарь абсолютно сталкивается с этой проблемой. Выбивает пальцы. Мне кажется, у профессионального вратаря выбит каждый палец, он был, наверное, по 10 раз. Поэтому ноги в артере перематывают. Многие уже без этого не могут. Например, я не могу играть с перемотанными. То есть у меня палец только выздоравливает, я перестаю его перематывать. А кто из известных колл-киперов вызывал и вызывает у тебя уважение? В свое время мне очень нравился английский вратарь – вратарь Дэвид Джеймс. Многие его называют чудаковатым, но мне нравился его стиль игры. Для своего роста он был довольно пластичный. Он мог сделать тот сейв, который другой вратарь не может сделать. Мне нравилась именно манера. Мне всегда симпатизировали вратарей. Это более такие пластичные, резкие, прыгучие. А сейв – это что? Сейв – это когда ты делаешь какой-то сложный момент, и ты действительно выручаешь команду. То есть это сейв. То есть ты действительно сделал спасение. Не просто выбил мяч от ворот, или его остановил носом, а ты сделал что-то сложное. В чем кайф вратаря? Это такой вопрос в том, когда ты делаешь какое-то спасение. То есть ты делаешь тот самый сейв, и я думаю, что в этом и есть, наверное, от чего вратарь, скорее всего, получает удовольствие. В этом году в рамках Чемпионата мира по футболу очень много неожиданностей. А вот кому из голкиперов тебе вот хочется сказать «красавчик»? Дело в том, что я не смотрю Чемпионат мира и не видел. Ну, как-то так сложилось в последние годы, что футбол смотрю редко, с исключением. Только если по работе что-то нужно посмотреть и рассмотреть, за новостями слежу. Ну, когда я в отпуске, я занимаюсь больше семейными делами. Сейчас не получается. Не скажу, что вот я принципиально не смотрю, но так получается, что я занят другими делами. И есть когда какая-то возможность или что-то, я могу там посмотреть голы, обзоры и прочитать новостей. Мне этого более чем достаточно. Но это сегодня так. Конечно, когда много лет назад я не пропускал ни матча, все следил, все узнал, составы, как и любой, наверное, ребенок, болел, переживал, представлял себе, что я тот игрок такой-то сборной. В детском возрасте это был итальянский «Увентус», это в 90-е годы. А вообще, конечно, я мечтал, не то, что мечтал, я хотел играть в московском «Торпедо». Это единственный клуб российский, который я, наверное, симпатизировал. Никогда не был болельщиком, фанатом, но хотелось, кто-то говорит про «Спартак», «Зенит», «Реал Мадрид», «Барселона». Я более, скажем так, приземленно на все это смотрел. Уже когда стал профессиональным футболистом, хотелось, не знаю почему, но хотелось играть в московском «Торпедо». А был ли такой момент в твоей жизни, когда хотелось бросить футбол? Именно что бросить, такого момента не было. Вот что-что, чтобы все, я заканчивал. Не было ни разу. Даже в самые сложные времена, они у меня тоже были, были и подъемы, и падения, но чтобы бросить футбол ни разу не было. В своей футбольной карьере ты о чем-то жалеешь? Да нет. Наверное, как и многие, всегда хочется больше. думаешь иногда, что ты мог сделать больше для того, чтобы карьера была еще лучше. Но тут же я задумываюсь о том, что где-то какие-то факторы, случаи, удачи, стремления, работы, и могло быть все намного хуже. Поэтому отдаю себе отчет, что могло быть по-разному. Но, конечно, повторюсь, что как и любому человеку, который что-то хочет добиться, всегда хочется большего. Это переходишь, как я всегда говорю, переходишь в «Зенит», хочется в «Челси». Пришел в «Челси», хочется в «Реал Мадрид», и это бесконечно. Пришел в «Реал Мадрид», хочешь получить там золотой мяч. Получил там золотой мяч, хочешь их там 10. И может сравнение неправильно, но к тому, что жалеть о чем-то не жалею, но бывают мысли, что можно, возможно, можно было лучше. А как ты считаешь, какие проблемы нужно решить, чтобы наш молдавский футбол вышел на новый уровень? Все зависит в любом случае от футболистов. Все зависит от футболистов, тем более сейчас, как бы ни говорили, условия, они все равно улучшаются. Но для того, чтобы появлялись новые игроки, хорошие, мне кажется, нужно побольше команд в чемпионате, наверное, скажем, более стабильных команд, чтобы был не только «Шериф» и команды, которые пытаются с ними там из года в год соперничать. Я считаю, что должно быть побольше таких команд. Когда чемпионат будет расти, и тогда местные футболисты, пусть их будет в небольшом количестве, они будут уже понимать, что они играют на более высоком уровне. И они не будут сталкиваться с этой проблемой, когда они с местного чемпионата, начинают, переходят в сборную, сталкиваются с другим уровнем игроков. Я считаю, что проблема, наверное, в нашем, что изначально местные футболисты должны поднимать свою квалификацию в чемпионате. Ну и в первую очередь не жаловаться, что им не дают играть. Потому что в свое время многие футболисты моего поколения, постарше, тоже никто им не давал карт-бланш. То есть, если ты достойный играть в стартовом составе, тебе дадут этот шанс. Не важно, сколько легионеров в команде. Как тебе удается всегда оставаться в такой прекрасной физической форме? Ну, в первую очередь следить за питанием. Я считаю, что когда появляются возможности и появляется больше возможности чего-то вкусного поесть, но всегда придерживаюсь это еще со времен ФК Террасполя, Шерифа. И при возможности, когда отпуск, я всегда делаю пробежки, бегаю, держу. Если я вижу, что немножко что-то себя чувствую некомфортно, засиделся, то обязательно должен привести себя в порядок. Пробежки питания. Питание, я считаю, что балансировать. Ни в чем себя не отказан, должен быть баланс. Сегодня сел чуть больше, завтра посиди на чай или на кофе. Возможно, это. Многие девушки мечтают выйти замуж за футболиста, но девушек много, а футболистов мало. Расскажи, ты как, соблазняли? Удалось удержаться тебе от соблазнов постоянно? Да нет, я с этим не сталкивался, не настолько я был такой, чтобы за мной там бегали. Все-таки не Дэвид Бэкхэм, да, и там не ешься, качер или... С этим, я скажу так, что и футболисты бывают разные. Вы говорите, девушек много, да и футболистов немало, но они бывают разные. Они бывают разные, так же, как и девушки, они бывают разные. Но я с этой проблемой не сталкивался, я об этом не зацикливался, я строил свою карьеру, я больше работал, трудился и на это не обращал внимания. Во сколько лет ты женился? В 25. У тебя... У меня двое детей, у меня старшая дочь 10 лет и сын, четвертый год вот ему пошел. Я об этом не думал и настаивать не буду, то есть у меня не было никогда цели, чтобы мои дети пошли по стопам и я привержен к тому, что ребенок сам будет выбирать то, что ему интересно. Возможно, у него талант больше будет к чему-то другому, к искусству, к другой профессии. Я только поддержу, помогу, потому что так же, как и в моей семье. У меня папа не футболист, мама к спорту не имела отношения, они просто помогали, они не запрещали. А какую задачу ты себе ставишь на финальный отрезок карьеры? Хотелось бы достойно закончить, достойно закончить карьеру так, что ты всю карьеру что-то делаешь, пытаешься, а в итоге в конце ты ее смазываешь, смазываешь, потому что все-таки возраст, как бы там ни говорили, она дает о себе знать. То есть в любом случае там 40 лет, в 37 я не могу прыгать так, как я прыгал в 20 лет. Это факт. Может быть, не профессионалы это не заметят, но я думаю, профессионалы, как я, я чувствую, разница какая-то. Если хотелось бы достойно закончить карьеру, я считаю, что если видишь, что начинаешь уже немножко не дотягивать где-то, то я считаю, лучше красиво закончить и уйти. Тренером не желаешь быть? Тренером? Скорее всего, хочу попробовать, хочу попробовать. Не скажу, что я себя видел тренером почти на продолжение всей своей карьеры. Я не задумывался об этом, я не ставил это целью, потому что я знаю многих ребят, которые он изначально знает, что он будет тренером, у него есть эти качества. У меня эти качества, я хочу попробовать, посмотреть есть, но хочу пойти по тренерской, вратарской, по своей специальности, может поделиться опытом, может он мне пригодится, то есть тут только покажет уже в само время, возможно это не мое, а возможно мое, поэтому попробовать хочу, а дальше посмотрю, как понравится, мне это не понравится, потому что я знаю, тренерская работа и футбольная, профессиональная, спортивная, как игрок, это разные вещи абсолютно, поэтому попробую. я считаю в первую очередь стремление, вратаря должно быть в первую очередь это настойчивость, наглость, желание, в первую очередь желание, то есть если даже что-то где-то не получается, он должен этого хотеть, он должен делать, и многое, конечно, у вратаря решает это психологическая устойчивость, то есть это давление, после удачных, неудачных игр собраться и продолжать дальше, потому что многие сыпятся, немножко давление, руководство, тренер поругали, и игрок теряется, я считаю, что я даже в своей карьере встречался, игроки, которые были мои конкуренты, вратаря, они с этим не справлялись. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть всегда на высоте? Это сложный вопрос, я думаю, что мне кажется, что есть люди, которые, у него это качество с рождения, лидера, он, наверное, это делает, и он делает не потому, что кто-то сказал, или так надо делать, он делает, потому что он так считает нужным, и когда кто-то пытается ему подражать, у него ничего не получится. Есть, наверное, определенные качества у людей, которые даже я смотрю, я понимаю, что вот он такой, я таким не могу быть, так же, как вот есть там качество капитанские, да, там лидера, то есть я никогда не стремился к этому, и то есть всегда больше следил за, что происходит у меня, моя позиция, то есть если я буду делать хорошо, это передастся там дальше, если каждый будет делать свое, поэтому сложно сказать, я считаю, что у каждого, наверное, на этот вопрос в ответ.